Это же невозможно. В Африке люди сидят без воды, а у нас она течет, никому дела нет. Кому-то, как говорится, без воды, ни туда и ни сюда, а кому-то и с водой не лучше. Поскольку течет она не как не из крана в квартире, а прямо по улице, с завидной периодичностью. Так что можно за порогом квартиры принимать не только солнечные ванны. И людям подобное водоснабжение изрядно треплет нервы, которые уже натянуты до предела. На улице можно мыться, и как говорят, тут гусей разводить. Вода течет уже три дня, никому дела нет. А это за чей счет-то банкет, вот эта вся вода-то? А так называемый банкет, скорее всего, за народный счет беспокоится этот самый народ. Поскольку на многочисленные обращения в исполком и водоканал ответ один. Вдопровод старый, чинить бесполезно, заплаток надолго не хватает, на новые нужны деньги, а денег нет. В прошлом году исполком мне ответил, что необходимо поменять участок 150 погонных метров, и в городе денег нет. Обращалась еще раз, написали, что цена вопроса полтора миллиона рублей. Все эти действительно изношены, ни разу не проводился ни текущий, ни капитальный ремонт. Это же безобразие. Надо найти эти деньги. Если нет, так мы соберем эти деньги. За счет нас или как-то там должно же быть это все состояться. Но это проблем надо решить. Тише, погодите, я говорю. Доведенные до отчаяния водным беспределом, люди готовы едва ли не сброситься каждым домом и в складчину оплатить новый водопровод. Но кому оплатить, кого просить, куда обращаться, с таким вот взносом никто не знает. А на просьбу о помощи пока приходят лишь бумажные отмашки, рассказывают люди. Машинку включишь, опять воды нет. Только начнешь детей купать, опять воды нет. Вчера вечером, весь вечер воды не было. Хомут поставят, снизят давление, а вопрос-то остается. Трубы старые, их надо менять. Это все временно. Три дня мы сидим без воды. Сидят пенсионеры, сидят многодетные семьи. Это крик души уже. Мы не можем больше так жить. Сегодня собравшиеся у неиссякаемой лужи жители решили все-таки с коллективным взносом повременить. И написать очередное письмо уже не только в исполком, но и в прокуратуру. Может, хоть там помогут решить проблему изношенного водопровода в поселке Старые Горки, где уже который год все течет, но ничего не меняется.